Шуша занимает особое место в душе азербайджанского народа. Шуша – это венец Карабаха, неповторимый город. Ее расположение, природа, воздух, климат, исторические и религиозные памятники, архитектурный ансамбль – наше национальное достояние. Это в очередной раз подчеркнул президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил – мы будем беречь Шушу. Мы вернулись, и отныне азербайджанский народ будет жить в этом городе вечно. И несмотря на предпринятые армянами попытки фальсификации, весь мир признал и принял Шушу именно как азербайджанский город. Несмотря на все попытки армян, им не удалось преподнести Шушу миру как армянский город. Хотя они 28 лет стремились к этому. Незаконно приглашали в Шушу иностранных гостей, сочиняли не «Былица», а «Шуше». Изменили ее название. Никто в это не поверил, потому что каждый человек, посетивший Шушу, видел своими глазами и понимал, что ее архитектурный ансамбль олицетворяет азербайджанскую архитектурную школу. Основателем-создателем Шуши является один из наших предков – Панахалихан. Именно благодаря его деятельности и усилиям была основана Шуша. Неслучайно первоначально этот город назывался Панахабад. После этого, учитывая чисто и прозрачно, как стекло воздух Шуши, этот город был назван Шуша – стекло, то есть Шуша. Краткий экскурс в историю города Шуша. Причины ее потери в годы Первой Карабахской войны – уникальная шушинская операция азербайджанской армии в ходе Отечественной войны прошлого года, а также планы по восстановлению города. Обо всем этом Ильхам Алиев говорил, принимая в видеоформате специального представителя президента в Шушинском районе. Это первое назначение на освобожденные земли. Должность занял Айдын Керимов. Институт спецпредставителя президента на освобожденных территориях создан по инициативе главы государства 19 января. Город и прилегающие высоты под защитой азербайджанских военнослужащих. В Шуше уже есть комендатура. Сейчас создается Институт гражданского управления. Вся работа будет проводиться планомерно. Исторический облик Шуши будет сохранен. Кроме этого, город уже объявлен президентом культурной столицы Азербайджана. Особое внимание к Шуше проявили и в международных организациях. ИСЭСКО предлагает объявить Шушу столицей исламской культуры. А в Тюркском совете говорят об избрании города культурной столицей тюркского мира. После восстановления жизнь в Шуше будет кипеть. Там будут проводиться как республиканские, так и многочисленные международные мероприятия. Фестивали, конкурсы, гастроли. Мы должны превратить и превратим Шушу в один из самых красивых городов мира. Я дал это слово и сдержу его. Так же, как раньше говорил, что мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство. И не позволили. Говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше. И он поднят. День освобождения Шуши был объявлен Днем Победы. Эта война еще раз продемонстрировала несгибаемый дух азербайджанского народа. Я не случайно говорил, что знаю, что, как и когда надо делать. Я давал азербайджанскому народу пусть и небольшой сигнал о том, что все будет хорошо. Мы добьемся желаемого просто всему свое время.